Попробуйте найти третий способ решения. Если вы не сможете найти в принципе любую закономерность, ваш уровень математики это составлять вот такие вот рекламные баннеры в магазине. Если вы найдете одну закономерность, ваш уровень математики, могу помогать маме считать задачу в магазине. Если вы смогли найти два способа, ваши способности в математике очень легко будет оценить одной фразой. Да ну нахуй! А если вы нашли три способа, тогда ваш уровень математики... Естественно, если я вас прошу найти третий способ, я вам должен рассказать про первые два. Те, кто смотрели ролик, где я гуманитарию давал решать логические примеры и задачи, помнят, что даже такой вид людей, как гуманитарии, смогли прийти к первому и самому простому решению этой задачи. 1 плюс 4 это 5, 2 плюс 5 это 7, и если к 7 прибавить предыдущее число, получится 12. 3 плюс 6 9, и если к 9 прибавить предыдущее число, получится 21. Соответственно, 8 плюс 11 это 19, 19 плюс 21 получается 40. Это и есть ответ. Вторую закономерность смог найти комментатор к этому видео. Why not? Он заметил, что если 1 плюс 4 сложить и умножить на первое число, получится 5. То есть, 2 плюс 5 это 7, и если умножить на первое число, получится 5. Он заметил, что если эти числа умножить, например, 1 умножить на 4, получить 4 и прибавить первое число, получится 5. То же самое во втором. То есть, 2 умножить на 5 это 10, плюс 2 это 12. 3 умножить на 6 это 18, плюс 3 это 21. Соответственно, 8 умножить на 11 это 88, плюс 8 получается 96. Это второй ответ этой задачи. А теперь, без помощи формулы пика, попробуйте найти третий способ, как решить этот пример. Жду все возможные и самые интересные варианты в комментариях. Самые оригинальные я озвучу в следующем видеоролике. И как всегда, спасибо за просмотр.